Десятки мотоциклов. От самых маленьких до мощных байков. В горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Трасса у нас сертифицирована, то есть на ней могут проводиться официальные мероприятия, гонки. Соответственно, поучаствовать может каждый. И, естественно, люди для того, чтобы участвовать, они тренируются. Собственно, здесь у нас каждые выходные проходят тренировки. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и из разных регионов России. Старты приурочены к 70-летнему юбилею президента Московской областной организации технических видов спорта, чемпиону Советского Союза и России по мотокроссу Николаю Радченко, чей премьер вдохновил многих на занятия этим видом спорта. Перед началом соревнования Николай Михайлович обратился к участникам с приветственным словом. Я желаю вам всем быть здоровыми, поменьше падать, поменьше иметь травм и побольше победных финишей. Оказаться первым на финише, конечно, хотел каждый. И дети, и взрослые, и даже король трассы, тренер молодежной сборной России по мотокроссу Вячеслав Дементьев. Спортсмен признается, что вырвать победу на крутых подъемах и резких поворотах под силу только лучшим из лучших. Должна быть и тактическая подготовка, и силовая, и выносливость, и техническая. И даже нужно знать, как правильно питаться, нужно как правильно настроиться на соревнованиях. Психологическая подготовка. И действительно, нагрузка в мотокроссе колоссальная. Пульс может доходить до 200 ударов в минуту. А сам гонщик во время езды постоянно в стрессе, удерживая мотоцикл на неровностях и выравнивая его в прыжке. Но какой же адреналин и кураж. Неудивительно, что фанатами мотокросса становятся все, кто хоть раз видел это азартное зрелище. Кстати, среди участников соревнований немало представительниц прекрасного пола. Ксении Романенко всего 12, но уже несколько лет она серьезно тренируется. Сегодня юная байкерша улучшила свой результат и поделилась формулой успеха. Надо хорошо знать, как ехать в поворот, когда сдать газ, когда прыгнуть. И таким образом я могу выиграть. Я хочу стать чемпионкой мира по мотокроссу. Это моя мечта. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. Продолжение следует...